Ах, сама городок, беспокойная я, беспокойная я Всем привет, друзья! С вами канал Спорт.М В преддверии Олимпиады в Токио я бы хотел рассказать самарским любителям спорта о спортсменах нашей области, которые поехали защищать честь России на Олимпийских играх. Самарские спортсмены начнут выступать с 23 июля. Первым будет Александр Визовкин, одиночная академическая гребля. Нашу область представляет 13 спортсменов. Помимо Визовкина это Павел Сухов, Кирилл и Антон Бородачевы, Виолетта Храпина, фехтование, Дарья Межецкая, дзюдо, Александр Лифанов, современная пятиборья, Андрей Юдин, прыжки на батуте, Александр Кудашев, плавание, Анна Чернышева, карате, Екатерина Круглова, велоспорт, Анастасия Лагина и Ольга Фомина, гандбол. А главным тренером женской команды по гандболу будет наставник Тольяттинского гандбольного клуба «Лада» Алексей Алексеев. Как отметили министерства спорта Самарской области, но есть и те, кому не выпал счастливый билет. Из-за допинговых санкций Федерация легкой атлетики смогла заявить только 10 спортсменов. Под сокращение попала тольяттинская метательница молота Софья Палкина, хотя она сдала отборочный норматив. Также от Олимпиады пришлось отказаться самарской теннисистке Дарье Касаткиной. Она не сможет участвовать по состоянию здоровья. Это Олимпиада в Токио, первые в истории перенесенные игры из-за пандемии. Раньше отменяли только из-за войны и организационных соображений. Заревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год позже. В этот раз организаторы решили больше ничего не откладывать, хотя ковидная ситуация не улучшилась. Пройдут Олимпийские игры 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится 23 июля с 15.00 до 18.30 по самарскому времени. Трансляцию смотрите на Первом канале. Также по поводу Олимпиады высказался и министр спорта Самарской области Сергей Копылянский. Нынешний предолимпийский цикл по понятным причинам был сложным. Из-за пандемии игры перенесли на год, были нарушены все подготовительные и тренировочные графики. Рад, что спортсмены нашего региона, которым мы оказали всю возможную поддержку, несмотря на трудности, завоевали право представлять Самарскую область и страну на Олимпиаде. Здесь, конечно, огромная благодарность тренерам. Считаю, что каждый из самарских спортсменов может претендовать на награду. Будем внимательно следить и болеть за наших ребят. Также из-за санкций российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Давайте верить самарских олимпийцев и надеяться на большое количество наград для нашей сборной. Всем спасибо за просмотр. С вами канал Спорт М. Всем удачи и до новых встреч!